В условиях пандемии медики стараются не забывать и о других болезнях, хотя признают, что коронавирус внес свои коррективы. Два дня в Абакане работали ведущие ортопеды и травматологи из Новосибирска. Они отбирали на лечение тех пациентов, которым в республике помочь не могут. Подробности у Марии Добрыниной. Очередь в коридоре детской поликлиники образовалась еще задолго до начала приема. Специалистов из Новосибирска здесь ждали. Каждый со своей бедой. Нарушения опорно-двигательного аппарата и его патологии довольно распространены, и их не всегда удается выявить в раннем возрасте. Это дисплазия тазобедренных суставов и врожденные аномалии развития и поражения нервной системы. Для многих попасть на прием к узким специалистам действительно шанс на лучшую жизнь. В семье Костыревых диагноз ДЦП сыну поставили, когда ему было два года. Родители по сей день не сдаются, проходят обследование, делают гимнастику, принимают все прописанные препараты. Однако этого недостаточно, чтобы Дима начал самостоятельно передвигаться. Нам поставили ближе к двум годам диагноз. Сейчас вот к специалистам обращаетесь, цель какая? Ну, цель, чтобы пойти, как у всех. Сегодня Диме не просто дали консультацию, ему назначили операцию. В большинстве случаев после хирургического вмешательства дети с таким диагнозом действительно показывают прогресс в управлении своим телом. В заключении, в котором указано направление на управление квоты. К нам не то для проведения хирургической лекции деформации. Стоп, ну, возможно, заберем вставку, посмотрим. Специалисты по госпитализации с вами свяжутся. Вам будет выслан перечень обследований, которые вам необходимо сдать к моменту госпитализации. За один такой приемный день к новосибирским специалистам попадают около сотни человек. Треть из них получают направление в научно-исследовательский институт именно для получения высокотехнологичной медицинской помощи. Остальным, кто с недугом может справляться с помощью консервативного лечения, то есть делая гимнастику и принимая медпрепараты, дают более детальную врачебную консультацию. У ребенка болезнь Шейрмана Мау, но врач поставил ее под вопросом. То есть нам нужно будет пройти дополнительное обследование. Болезнь позвоночника очень сложная, если требуется оперативное вмешательство, это очень серьезно. И чем закончится, это непонятно. Поэтому, если ребенку это не нужно, это очень большой плюс. Вы ждали вообще этих специалистов? Да, конечно, потому что попасть к своему узкому специалисту очень проблематично. У детей такие диагнозы сложные, которые требуют каких-то постоянных консультаций. Доведение ограничений из-за коронавируса ортопеды новосибирского НИИТО приезжали в Хакасию примерно раз в сезон. Так, в 2019 году к врачам попали почти 200 человек. Из них 77 получили лечение в столице Сибири. В период пандемии приемы стали проводить реже. И за 2020 в Новосибирск отправились только 20 человек. В этот раз на работу в Хакасии у специалистов было два дня. И за это время они осмотрели не только детей, но и взрослых. Если судить по вчерашнему дню, то мы осмотрели около 60 пациентов. Из них 19 по нашим подсчетам были направлены на хирургическое лечение. Теперь все будет зависеть от оперативности работы системы здравоохранения Хакасии. Наши специалисты должны организовать полное документальное сопровождение пациентам, получившим направление, в том числе помочь в оформлении квоты. Следующий приезд травматологов, а также нейрохирургов и нейроортопедов ожидается осенью. Попасть к ним на прием можно будет только по направлению своего терапевта или педиатра. Мария Добрынина, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.